Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радио центра Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня четверг, как всегда, в этот день женская гостиная на волнах радиостанции Сан-Гейтс, интернет-портал радио Сан-Гейтс. Ее хозяйка ведущая Анастасия Крущинская. Программы все записываются, их можно будет посмотреть на ютюб Сан-Гейтс-радио-р, английская буква, все по-английски, это означает на русском языке. Программы записываются и потом они появляются на фейсбук, вы можете задать вопрос, оставить свои комментарии. Ну и начинаем программу. Настя, доброе утро тебе! Доброе утро! Миша, спасибо большое за представление. У меня сегодня опять в гостях Тамила Разуматова. Как и в прошлый четверг, мы будем говорить об аюрведе, об аюрведической клинике, о том, что такое панчикарма. Собственно, сегодняшняя тема нашей программы – панчикарма, что это за зверь. Я буквально пару слов скажу о Тамиле. Тамила сертифицированный специалист по аюрведической медицине и пульсовой диагностике. Если вы читали наш анонс, там все регалии тамильные перечисленные. Она сейчас как раз у нас прямой эфир, прямое включение прямо из аюрведической клиники. Поэтому будем не голословны абсолютно. Тамил, привет еще раз. Спасибо большое за участие. Хотя у нас это были препятствия, но тем не менее рада, что мы вышли в эфир. И что такое панчикарма? Начнем сразу. Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели. Да, будем тогда начинать нашу беседу, потому что время у нас с ограничением. Для многих панчикарма прежде всего ассоциируется просто с аюрведой. То есть раз аюрведа, значит панчикарма. И для многих, к сожалению, это остается набором расслабляющих процедур, ну типа массажа масляного и шурадхары. Той процедур, о которой мы уже говорили, когда масло льется на лоб. И часто я слышу от людей, вот я ездил, ездила на панчикарму. А что тебе там делали? А мне делали вот масляные массажи шурадхару. Но панчикарма далеко не ограничивается расслабляющими приятными процедурами. Панчикарма – это достаточно большой, сложный и комплексный подход к лечению всего организма. И тут есть о чем рассказать для того, чтобы развеять ложные стереотипы и заблуждения. Ну что ж, давайте расскажем, что же это такое, с чего начинается, почему это нужно. Наверное, надо сначала начать, для чего это вообще нужно. Не только очищение, а почему, как часто надо проходить панчикарму, и вообще часто ли надо. Или ты один раз прошел, и все. Но мы уже в прошлый раз выяснили, что аюрведическая клиника – это как санаторий. Ну, наверное, в санаторий надо ездить чаще, не один раз там за всю свою жизнь. Но надо ли туда ездить каждый год? И почему панчикарма? То есть много вопросов, на самом деле. Попробую ответить на большинство вопросов. Надеюсь, более-менее картина прояснится. Панчикарма – это, ну, скажем так, комплексное восстановление всех систем организма. Воздействие на все системы быстро, эффективно. Но для многих это может быть не очень просто, в зависимости от состояния здоровья, с которым приехал пациент. Сразу отвечу на ваш вопрос по поводу того, как часто нужно ездить. Опять же, все индивидуально. Если человек прошел 2-3 панчикарма там раз в год хотя бы, то, возможно, ему больше не придется ездить вообще, потому что уровень здоровья у него очень хороший. Если он будет в своей повседневной жизни придерживаться здоровых рекомендаций, то ему и не понадобится больше ездить. Если люди планируют, молодая пара планирует забеременеть, им рекомендуется перед зачатием съездить на панчикарму. Может быть, не один раз, может быть, два раза. Опять же, все зависит от состояния здоровья обоих будущих родителей. Если у человека сложное заболевание, прогрессирующее хроническое, например, ревматоидный артрит или сахарный диабет, в этом случае, может быть, имеет смысл съездить раз в полгода несколько панчикарм пройти, 2-3, может быть, чуть больше, и потом уже удлинять вот эти перерывы, и впоследствии они не понадобятся. А если человек относительно здоровый, то есть да, что-то болит, но, в общем-то, это не хроника, нет тяжелых приступов, нет обострений. Для того, чтобы более-менее привести свой организм в порядок, достаточно съездить раз в год, ну или раз в два года. И если все это время соблюдать рекомендации, то таких панчикарм, может быть, понадобится всего три, и больше ездить не придется. В общем-то, нужно понимать, что это не кнопка мгновенного действия, что вот я съездила на панчикарму, теперь я здорова. Это, конечно, наша собственная осознанность к тому, как мы будем жить после панчикармы. Не будем ли мы возвращать все эти токсины, которые в нас накопились до этого и вывелись на панчикарме. Здесь универсального ответа нет, точно так же, как нет универсального ответа на продолжительность панчикармы. Мы уже говорили о том, что это могут быть и две недели, и четыре, и шесть. Вот. Я бы хотела еще добавить, собственно, расшифровать для наших радиослушателей, что такое слово панчикарма. Панчи в переводе с санскрита это пять, карма – действие, процедура. То есть мы сразу в этом действии, в этом слове уже заложен некий смысл. То есть это пять очищений пяти основных органов, пять процедур, которые направлены на очищение глаз, носа, легких, желудка и кишечника. Основное, на самом деле, самое грязное место у нас это кишечник, безусловно. Вот. И в процессе очищения мы, соответственно, уже оздоравливаем все тело. Да, совершенно верно. Это действительно комплексный подход, пятиступенчатый. Но сейчас, в наши дни, далеко не все пять ступеней используются, и не каждому человеку они нужны. Индивидуально подбирается именно та схема очищения, которая нужна конкретному пациенту. В этом случае, опять же, продолжение прошлой темы будет не лишним сказать, что если всем подряд предлагают один и тот же набор очищающих процедур, это некорректно, потому что организмы у всех разные, состояние здоровья у всех разное. Но если возвращаться к вот этим пяти действиям, к панча, к арме, то это набор из таких мероприятий, как прием слабительного для очищения тонкого кишечника, выполнение лекарственных клизм для очищения толстого кишечника и выполнение рвотных процедур для очищения верхней части нашего организма. То есть нижняя часть организма, средняя часть, верхняя часть организма. Есть еще процедура, которая связана с очищением всех полостей в голове, в предплечьях, в плечах. Эта процедура называется нася и проводится она через нос. Есть еще одна, это очищение крови путем кровопускания, либо пиявками, герудотерапией. Но сразу отмечу, что такие специфические процедуры, как прием рвотных препаратов, они выполняются только в случаях серьезных заболеваний дыхательной системы, таких как астма, герудотерапия или кровопускание при серьезных кожных заболеваниях. Таких пациентов не очень много, поэтому чаще всего такие процедуры сейчас уже не делаются, либо заменяются на медикаментозные формы выведения токсинов. Наиболее часто употребимые это прием слабительного, прием это лекарственные клизмы и очистка носа. В терминах это звучит так. Прием слабительного – это веречина, в основном она очищает всю ту систему, которая связана с деятельностью питы. Прием слабительного веречина, прием клизм лекарственных, они бывают с маслами, бывают с отварами, это очищение толстого кишечника и всего, что связано с ватой. А насия через нос – это все, что связано с капхой. Вот эти три основных элемента проходят, наверное, практически каждый пациент, который сюда приезжает. Но опять же нужно сказать, что каждому из этих способов очищения предшествует достаточно длительная подготовка всего организма. Я, собственно, хотела как раз спросить, потому что мы приезжаем в клинику, встречаемся с врачом, врач говорит, да, вот я вам назначаю то-то, 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 но мы же такие вообще приехали, может быть, даже, о боже, мы алкоголь принимали три дня назад. Потому что я знаю, что это обязательное соблюдение диеты, определенного ритма жизни. Панчекарма – это не только то, что мы процедуры принимаем, но мы еще должны и режим сна соблюдать, и режим питания обязательно. Вот, и мы такие все нарядные, красивые, приезжаем в эрведическую клинику, что с нами сначала происходит. Вот нам назначили некий комплекс процедур для каждого индивидуальный. И нас начинают готовить, да, сначала. Да, обязательно. Ну, это не просто клизму поставить. А, кстати, вот интересный вопрос у меня сразу возник. Я, поскольку занимаюсь астрологией, важно, какой период луны или нет для панчекармы? Или все-таки сейчас это меньше учитывают, не так, как в старые добрые времена? Есть какие-то клиники, которые учитывают эти моменты. Ну, в аюрведе, в общем-то, такой серьезной привязки к астрологии нет. То есть она, ну, может каким-то боком быть учтена, но, в общем-то, здесь больше смотрят на состояние здоровья. Из периодичности, ну, учитывают просто женские циклы. В это время ничего не, никаких серьезных процедур не проводится. Очищающих частности. Вот. А фазы луны нет. Иначе бы сложно было бы, наверное, организовать вообще весь процесс лечения, если привязываться к луне. Просто мы сами себя можем чувствовать по-разному в зависимости от того, насколько мы чувствительны к лунным изменениям. Если возвращаться к теме подготовки, то лучше всего, конечно, начать подготовку до приезда в клинику. В этом случае нам, ну, наш организм будет, скажем, более отзывчивым ко всем тем препаратам, ко всем процедурам. Подготовка, как правило, заключается в том, чтобы постараться как можно меньше есть мясо, то есть по возможности придерживаться вегетарианского питания. Спать ночью, то есть пораньше ложиться, пораньше вставать. Обязательно делать физические упражнения и постараться быть максимально спокойно, то есть успокоить ум, минимизировать суету, раздражение. Это очень сильно поможет потом и повлияет на эффективность панчекармы. Кстати, я забыла в прошлый раз сказать на прошлой теме, что при выборе клиники обязательно нужно учитывать, если там йога. Потому что йога – это обязательный элемент успешного прохождения панчекармы. Без движения в нашем теле не будет, не будут так хорошо идти все очищающие процессы. Теперь, что касается того момента, когда мы уже приехали в клинику. Здесь вот у меня сегодня, наверное, 11-й день пребывания в клинике, и мне еще пока не сделали ни одной очищающей процедуры, пока меня готовят. То есть наша задача в первую очередь – промаслить тело. Промаслить тело для того, чтобы ко всем нашим клеткам… Ну, представьте себе, масло, оно просачивается сквозь каждую нашу клеточку, сквозь каждую ткань, и оно проносит все лекарственные средства, которые в нем содержатся, все травы, экстракты. И там начинается процесс лечения. К самой вот этой молекуле масла начинают прилипать все токсины, которые в этих тканях находятся. И вот уже потом, в процессе очищения, все это будет выведено из организма. То есть сначала нам нужно промаслить все тело. Это делается разными способами. Внешним промасливанием, теми же массажами, той же ширадарой, массаж мешочками. Много очень разных вариаций. Также с помощью приема масла вовнутрь. Не для всех эта процедура предназначена, но в частности я сейчас ее и прохожу. То есть вы прямо конкретно принимаете сейчас масло внутрь? Да. Сегодня моя доза была 125 мл растопленного масла ГИ. Это так, ну уже сложно, но тем не менее это все реально. Обязательно вначале соблюдать диету. То есть наш организм готовит, нам нужно повысить свой огни, огонь пищеварения, для того, чтобы он был в состоянии свой. И все лекарственные препараты, и то масло, которое мы принимаем, чтобы он был готов сами эти токсины сжечь и переварить, когда они уже выведутся из тканей. Поэтому обязательно диета. То есть мы должны какое-то время правильно питаться, чтобы быть готовыми к очищающим процедурам. Потому что огни, огонь пищеварения, в общем-то это жизнь. От него во многом зависит наше здоровье не только физическое, но и ментальное, и эмоциональное. Вот. И после того, как наше тело очень хорошо промаслилось изнутри, снаружи, после того, как наш пищеварительный огонь в норме, он способен справиться с нашими токсинами, с нашими болячками, вот только тогда, это обычно в середине нашего пребывания на панчикарме, вот только тогда начинается очищение. Чаще всего начинаются сверечины для того, чтобы вывести вот эти вот токсины, скопившиеся из разных тканей. Нам дают с утра ослабительно, и мы потом целый день, в общем-то, не выходим из комнаты, пока всё из нас не выйдет. Врачи тщательно отслеживают, как этот процесс, всё ли идёт как нужно. Поддерживают правильным питанием, очень бережное отношение к пациенту. Чаще всего нельзя выходить из комнаты. Я вот уже несколько дней в затворничестве. Сегодня мне разрешили ради эфира выйти из комнаты, но, в общем-то, во время таких процедур нужно оставаться в тепле, не подвергать себя ни малейшему ветерку, ни переохлаждению, и чтобы ум был всегда спокоен. То есть никаких стрессов, ничего, да, не должно быть в это время. А у меня такой вопрос вот про промасливание. Если, скажем, мы будем наносить масло ежедневно, ну, просто как в профилактических целях дома, то это будет помогать нам, это какой-то эффект нам для нашего тела будет иметь или нет? Ну, скажем, если мы не сейчас на Панчакарме, да, а просто вот дома мы делаем себе даже не обьянгу, а именно вот просто наносим теплое масло на тело, ведь это же тоже, в общем, способствует? Очень даже способствует. То, о чем вы говорите, это описано в ежедневном распорядке дня в так называемой диночарье. Каждое утро начинать с гигиены полости рта, гигиены тела и обязательно делать промасливание. Только масло обязательно должно быть подогреты. И желательно, чтобы оно подходило вам по вашей конституции. Если конституция холодная, типа ваты или капки, то масло должно быть согревающее, например, кунжутное или оливковое. Если пита, то в жаркое время года для пита очень хорошо подойдет кокосовое масло. Но в холодное время, опять же, лучше использовать кунжутное. Есть противопоказания, кому нельзя делать такой массаж. Это люди с избыточной массой тела, люди с сахарным диабетом и с рематоидным артритом, ну и вообще с артритами, а также в стадии обострения любых заболеваний. Если человек простудился, и у него заложено горло, нос, или у него высокая температура, то ежедневный масляный массаж делать не стоит. Ну, в принципе, любые процедуры в это время лучше приостановить. Даже во время месячных нельзя женщинам делать промасленное. Да, я хотела добавить. Да, спасибо. Вот. Ну, что, промасливание совершили. Следующая у нас какая процедура идет? Веречную сделали, да? Что, патагонная начинается? Пропустила я еще один этап до веречной. После того, как мы сделали промасливание, нам еще нужно обязательно пропотеть. Это называется сведано. Пропотевание разными способами достигается. Это либо массаж горячими мешочками с лимоном, либо паровые бочки, либо паровые ванны горячие с лекарственными растворами. Для того, чтобы часть, какая-то часть масла вышла через кожу, опять же, вместе с токсинами. Ну, и чтобы кожу прогреть, чтобы повысить метаболизм. И вот потом уже, как правило, вот после промасливания несколько дней уделяется пропариванию, пропотеванию. И потом уже назначается веречина, когда организм полностью готов. Веречина, сама веречина, это всего лишь один день. Как правило, уже на следующий день начинается следующий этап. Ну, а следующий этап, он уже такой, подготавливающий нас клизмом, но в то же время организм начинает потихонечку питать и восстанавливать. То есть, если говорить о внешних процедурах, это могут быть процедуры, направленные на укрепление мышечной ткани, на кожу, на успокоение нервной системы. Это тоже всё очень сильно связано с ватой. Когда тело, в общем-то, подготовлено, и когда после веречины мы успели немножко восстановиться, тогда нам назначают серию клизм. Есть два типа клизм. Это масляный клизм и клизм с растительным отваром, с лекарственным. Они, как правило, чередуются. Одни, ну, в общем, технология там достаточно простая. Эти клизмы, в принципе, тоже можно делать дома по показаниям в меньших условиях, но они очень хорошо способствуют улучшению проблем с суставами, улучшению проблем с кишечником, особенно кто страдает запорами. Такие клизмы, они очень помогают. Ну и вообще, жителям больших городов, у которых чаще всего вата повышенная, в принципе, это будет рекомендовано. Я думаю, что на нашем четвертом, на четвертой нашей встрече, когда мы будем говорить о после панчекармы, может быть, мы коснемся этой темы, что мы можем делать в домашних условиях, когда мы уже находимся в привычном для себя окружении. Вот. Я думаю, что у нас, те, кто не знаком с сервизической терапией, да, сразу возникнет резонный вопрос, да, вот вроде бы, если нам дали снабительное, да, то есть у нас уже все вышло. Зачем же клизмы? В том-то и дело, что не все вышло. Вышло все то, что больше связано с питой. Потому что, ну, считается, что пита живет, ну, как бы, ее место в теле человека находится в тонком кишечнике. И весь ее избыток находится именно там. А с помощью слабительного мы очищаем именно тонкий кишечник. Толстый мы, ну, практически, он как транспортный канал, но сам он не чистится. А вот клизмы, они воздействуют именно на толстый кишечник, а там как раз обитает вата. Чаще всего именно с ватой начинаются все наши проблемы. И даже если у нас целый букет болячек, мы всегда, в общем-то, начинаем с ваты. Ну, в каком смысле? Мы лечим всегда вату в любом случае. Потому что вата... Я даже слышала такое мнение, что до 80% болезней вызваны именно дисбалансом вата-доши. В первую очередь, да. Потому что вата единственная из трех дош, которая обладает подвижностью. И когда она выходит из равновесия, она начинает перемещаться по телу и начинает перемещать другие доши. Ту же питу, ту же капху. И, например, вместо смазки в суставах, то есть вместо капхи, там появляется пита, потому что вата ее подвинула. И у нас в суставах начинаются воспалительные процессы. Ну, это так для... Ну да, грубо так, по-простому. В общем, конечно, все это несколько сложнее, но у нас нету цели организовать школу по аэрведе, да, но вот по-простому, чтобы понять, это вот именно так происходит. Сделали мы клизмы, что же еще происходит, да, вот какие еще процедуры мы принимаем. А, кстати, вот у вас уже патагонная стадия прошла или нет, или вы еще... Начнется скоро. А, то есть только начнется, да? Вы там на 21 день или на полную программу остаетесь? Нет, нет, я в итоге, я приехала на 4 недели, но в итоге продлила еще на 5 дней себе пребывания, чтобы совсем все успеть. Закрепить все на полной программе. Значит, после того, как у нас, нам делают клизмы, да, у нас также, наверное, одновременно и через нос очищение происходит, да, то есть выводится вот эта вся слизь из легких, из носа, то, что... Не в те же дни, не в те же дни, когда клизма, обычно она либо до клизм, либо после клизм, но чаще всего после клизм, потому что это, наверное, самая легкая из всех очищающих процедур, самая легкая для организма, я имею в виду. Обычно ее оставляют напоследок, потому что важно, в первую очередь, вату и питу вывести избытки и их сбалансировать, вот эти доши. После того, как мы закончили с основными очищающими процедурами, дальше идет восстановительный этап, потому что здесь, в клинике, задача врачей выпустить пациента, готового к адаптации, к повторной адаптации в социум, потому что нам всем приходится возвращаться домой, к работе, к семьям, для того, чтобы организм это более-менее легко перенес, как правило, это еще и перелеты длительные, нас восстанавливают, то есть меняется диета, она становится более питательной, появляются питательные процедуры, например, массаж рисовыми мешочками, могут быть по запросу индивидуально молочные ванны, типа ванны Клеопатры, это для того, чтобы тело наполнить энергией и питательными веществами. Вот этот восстановительный процесс, он занимает, наверное, последнюю неделю пребывания в клинике, но не нужно забывать о том, что это всего лишь начало восстановительного процесса. После панчекармы, по-хорошему, нам нужно еще месяца три для полного восстановления, поэтому желательно, конечно, себя беречь, не окунаться сразу в нашу суматошную жизнь, а стараться бережно к себе относиться, но по крайней мере первые три месяца после панчекармы, потому что организм все-таки еще ослаблен. И, как правило, врачи нам назначают препараты, которые попить нужно после панчекармы. Желательно их выполнять, эти рекомендации. И в этом случае, возможно, нам не в скором времени понадобится следующая панчекарма. вопрос. Мы как женщины, да, я как женщина, естественно, меня волнует вопрос, наверное, мало, ну, есть, конечно, женщины, которых не волнуют, но их крайне мало, лишний вес уходит. У меня в том году минус 20. Потрясающе. Минус 20 килограмм по панчекарме, именно по панчекарме. А, ну, то есть вообще, в принципе, это как одна, один из способов борьбы с лишним весом тоже, в общем, можно его использовать, да, то есть если у нас есть такие проблемы, то очень рекомендуется. А у вас есть какие-то дни, когда вы ничего не кушаете или практикуется ли какой-то пост? Вот я, кстати, мне всегда это интересовал, вопрос, насколько, либо всё-таки у вас всегда есть какое-то питание. Нет, отказа от еды нет вообще, пост не приветствуется. Есть такие пациенты, как раз те, которые хотят похудеть, они просят, ну, посадите меня неделю на соковую диету. Вот если очень просит человек, и если состояние здоровья позволяет, они могут посадить, но сами врачи, в общем-то, против. Против. Почему? Потому что задача, в общем-то, не отказаться от еды, а задача восстановить метаболизм. И когда наш метаболизм успешно справляется с нашей едой, он не откладывает её в запас, вот тогда мы начинаем худеть. И здесь похудение это приятный побочный эффект, потому что чаще всего люди с избыточным весом, они приезжают, потому что у них гипертония, потому что у них болят суставы, потому что у них атеросклероз, много чего. И вес в данном случае это побочный эффект. И поэтому врачи не ставят целью похудеть пациента. Это всё-таки не самая основная задача. Врачи занимаются восстановлением метаболизма, лечением болезни, а вес уходит попутно. Это, ну, такое приятное побочное действие, хорошие панчекармы. Потому что в моём случае, когда я приехала, я тоже очень просила и соковую диету, но мне врач сказал, пока ты будешь пить соки, твой агния, ну, уга, ослабнет. Потом, когда ты вернёшься к нормальной пище, он не будет в состоянии с ней справиться, и ты быстренько вернёшься то, что ты набрала, то, что ты потеряла. Ну, в общем-то, со многими пациентами именно так это и случилось. И благодаря тому, что я ни дня не сидела на диете, ни во время очищения, ни после, я в первый месяц на панчекарме потеряла 10 килограмм, и 10 килограмм в следующий после панчекармы потеряла. Так что у меня минус 20 в общей сложности за два месяца. И мне оставалось только в течение всего следующего года придерживаться тех рекомендаций, принимать препараты. Я, в общем-то, с этим справилась, ну, чуть-чуть там 4 килограмма набрала, и сейчас у меня есть новая цель, вот, продолжить сброс веса, но опять же, именно как побочный приятный эффект. Я хотелось бы сразу обговорить, с какими, ну, мы уже сказали, да, допустим, диабет, гипертония, артрит, с какими еще заболеваниями рекомендуется приезжать в аэровидическую клинику на панчекарму? Все проблемы, связанные с нервной системой, потому что, ну, в городских условиях, в условиях стационарных клиниках сложно эти проблемы решить, а здесь у врачей достаточно большой арсенал воздействий на нервную систему, и от нее очень много наших болячек. Считается, что у западных людей 85% заболеваний имеют психосоматические причины, то есть со всеми нервными заболеваниями, ну, с психическими расстройствами возможно, но не в каждую клинику, то есть есть клиники, которые именно на этом специализируются, потому что здесь все-таки нужна адаптация к другим пациентам. Я имею в виду те расстройства, которые связаны с нашими стрессами, с напряжением, с внутренними конфликтами. Есть очень большое количество людей с кожными заболеваниями, с та же бронхиальная астма, о которой мы говорили. Как правило, у современного человека годам к 40-50 уже целый букет болячек, там ни одна, ни две, их много, и они все достаточно разноплановые. Проблемы с репродуктивной системой, мы тоже уже об этом говорили, все кишечные. Ну, в общем-то, раковые больные тоже приезжают. Если это небольшая, ну, не самая последняя стадия, а только начало процесса, то его можно, ну, как минимум остановить и обратить вспять. А если даже это уже и последняя стадия, излечить, может быть, не удастся, но, по крайней мере, качество жизни и состояние пациента можно очень серьезно улучшить. То есть, по большому счету, нет ограничений. Если есть, все наши болячки, они связаны с тем, что в организме какая-то душа не на месте, где-то очень много собралось токсинов. И постепенно, постепенно их отсюда, из организма можно вывести. Некоторые пациенты приезжают на инвалидных колясках, и спустя 2-3 панчикармы они постепенно... Встают. Да, они... Ну, я не говорю про параличи, а вот именно, когда связано с суставами, когда болезненные движения. Или, допустим, после перенесенного инсульта. То же самое. Человек приезжает неходячий, но спустя время, может быть, не сразу, не после первой панчикармы, он уже ходит с палочкой, потом уже и без палочки. А какие еще? Ну, то есть, вот какие-то специфические такие интересные вещи вообще делаются там? То есть, вот мы поговорили про предварительную терапию пурого карма, мы поговорили про основную терапию терапию прадхана карма, и заключительные это утара карма, да, последующие процедуры. Что еще вот с вами там делают? Что вы еще там получаете такого интересного? Что было бы вот необычное, о чем стоило бы рассказать? Ну, то, в принципе, о чем мы сейчас говорили, это основные процедуры. Помимо этого существует, конечно, ряд вспомогательных процедур, которые не так серьезны для организма, и они не отнимают столько энергии. Сюда же относятся очень любимые, особенно нами, женщины, массаж лица с хорошими очень маслами, в частности, можно его делать с маслом кумкумади, который состоит из шафрана, это очень мощное омолаживающее средство. Массаж ног как отдельная процедура. Также делаются отдельные, самые разнообразные аппликации лекарственными пастами на болезненные суставы, на поясницу, на коленки, на плечи. Это могут быть пасты с касторовыми листьями или с банановыми листьями, в зависимости от того, какой нам нужен эффект, согревающий или вытягивающий. Они могут делаться на ночь. Кроме этого, делаются всевозможные ванночки для тех же болезненных мест. Ванночка, которая, она лепится из теста рамка, клеится на тело, и туда заливается горячее масло. И постоянно это горячее масло подогревается, то есть оно меняется по мере остывания на горячее. Такая процедура очень популярна. Но ещё здесь есть отдельные процедуры для работы со зрением, для работы со слухом, когда у многих людей проблемы со зрением. Многие молодые носят очки, а с возрастом вообще практически у всех зрение садится. Есть отдельная, я бы тоже назвала её очищающей процедурой, потому что она выводит токсины и выводит избытки питы, которые на наше зрение влияют. Процедура называется тарпана, это когда на глаза наносится, также клеятся ванночки из теста, и на глаза наносится масло лекарственное, нужно поморгать, поморгать. И вот за несколько таких процедур вытягивается большое количество токсинов и зрение на несколько пунктов восстанавливается. люди, которые проходили тарпану, они отмечают, что после пяти процедур в глазах появляется слизь, какие-то непонятные выделения, которых раньше никогда не было. Естественно, потом эти выделения проходят, потому что это все те самые токсины, вот они вышли наружу, и теперь зрение может вернуться к нормальному. Важно потом просто тоже это состояние поддерживать и не перегружать глаза. То есть это отдельная процедура, достаточно затратная для организма, тоже непростая, но тем не менее она очень способствует оздоровлению. Ее включают в общий план. А это не вообще безопасно масло наливать в глаза? Насколько это, это же, я даже не могу себе представить, это же так страшно, наверное, да, тебе поставили. Я знаю, как делается вот этот валик из теста, на него ставится, да, мы такие делали. И когда обучалась в юридической клинике, мы делали на поясницу, да, такие вот штуки, ну, какие-то такие понятные места, но на глаза, это же вообще как? Это не самая страшная процедура на глаза, потому что есть на глаза другая процедура, когда льется струйкой отвар в глаз, и глаз нужно держать открытым, его закрыть нельзя. Вот эта процедура сложнее, потому что в ванночке, ну, налили масло, глаза закрыты, просят открыть глаза, поморгать. Ну, открыла-поморгала, это неприятно поначалу, потому что жжется и страшно, но со временем это проходит. Мы же, если мы соблюдаем рекомендации единочарьи, то мы капаем себе масло в глаза, в нос и в уши каждое утро. Ну, те, кто соблюдают. Я, например, капаю масло в глаза каждое утро, потому что как раз недавно отметила, что зрение начинает садиться, и хочется этот процесс предотвратить и остановить. Вот поэтому тарпана в ванночке на глаза, это, наверное, не самая сложная процедура. Пугают вначале, но потом привыкаешь к ней. Я вот еще хотела спросить про рвотное, да, потому что, вот, например, в США здесь есть тоже эрвидические клиники, здесь, ну, такое законодательство, здесь некоторые процедуры не проводят в силу просто, ну, определенных законов. Не потому что они там вредные, да, просто чтобы потом не было никаких проблем с клиентами, если что. Вот, и, ну, я так понимаю, что, ну, как бы в настоящей аэропетической клинике эти процедуры, они нормальные. Вот сейчас, кстати, до сих пор кровопускание делают или нет, или это уже все-таки отошло, как бы, в мир иной эта процедура? Она до сих пор практикуется? Кровопускание очень редко практикуется, в частности, ее успешно заменяют пиявки. Потому что пиявки, они описаны еще, ну, во всех первоисточниках аюрведа описаны пиявки. И бог Санвантари, бог медицины, он держит пиявку в руке. Вот, поэтому кровопускания уже нет, а вам, ну, прием рвотных лекарств вам до сих пор выполняет, но это вот при наличии таких показаний, как запущенная бронхиальная астма прежде всего. Если пациент приезжает именно с таким диагнозом, то для него будут готовить вамону. Ну, я просто пока таких людей не встречала. Как-то с бронхиальной астмой, в общем-то, люди успешно справляются и с помощью диеты, и с помощью препаратов. Но вамона не было. Вот, кстати, по поводу диеты. Вот вы сейчас сказали, что вы приняли сегодня 125 мл масла, а ели что-нибудь еще? И вообще, что вы там едите во время очищения панчекармы, чем кормят? Я за вами слежу, я видела ваши фотографии, вы периодически постите их в социальных сетях, что вам там дают. Ну, наши слушатели, может быть, этого не знают, поэтому было бы, конечно, интересно, какая диета, да, и что готовят. Сейчас расскажу. Когда мы пьем масло, то есть здесь очень важно отследить, насколько качественно наш Агни работает. Он должен вот это масло переварить. Каждый час приходят докторы и спрашивают, а есть ли масляная отрыжка, каково самочувствие, а есть ли голод. То есть нужно обязательно дождаться, чтобы прекратились все симптомы, что там масло не переварилось, и обязательно дождаться, пока возникнет голод. И вот когда он появляется, приносит рисовый отвар, то есть, ну, чаще всего это рис, можно его назвать рисовым супчиком, это только рис и вода. Иногда это может быть только вода, даже без риса, то есть вываренная с рисом, но без рисинок. Какие-то овощи, это могут быть обычные овощи, ну, трудно даже сейчас подобрать аналог, это могут быть овощи из семейства, из картофельного семейства, здесь они по-другому называются, с небольшим количеством специй, с листьями каррия, в основном они готовятся. И сухая лепёшка, не чапати, не роти привычные нам, а именно сухая лепёшка из нутовой нуки, она как крекер, называется папат. Вот это вот мой рацион, все те дни, что я прохожу приём лекарственного масла, это называется Снехопана, вот за время Снехопана у меня один и тот же набор еды в обед и ужин, то есть два раза в день получается есть, это в обед, когда появляется первый голлдлд и вечером на ужин, то есть это рисовая водичка, тушёные овощи и в обед лепёшка, вечером уже нет лепёшки. Ну, мне вкусно, я не могу сказать, что мне как-то надоедает или пресно, я с удовольствием её, ну, видимо, голод даёт себя знать, вот, так что мне очень вкусно, я не тоскую по какой-то другой еде. То есть никаких масала чаёв, да, там ничего такого нету, да? Не масала чаёв. А кичери, кичери тоже, наверное, не готовят, да, вот интересно, или всё-таки как-то, ну, это просто оно каким-то образом трансформировано. Кичери готовят. Готовят, да? В меню клиники есть кичери, оно, у них на каждый день своё меню, и каждый пациент получает свою, свой, как бы, свой лист с меню, что ему можно. Из этого меню, если ему можно по конституции кичери, то ему будут давать кичери. Ну, для тех, кто борется с весом, кичи, скорее всего, не назначат, потому что там бобовые, бобовые, и рис, они не способствуют, в общем-то, похудению. Я поняла вас. Там у вас активная жизнь ещё идёт. Я думала, у вас уже поздно, а у вас ещё очень активная жизнь. Хорошо, Тамила, ещё какие-то есть у вас добавления по значению панчекармы, да, чтобы нам так сегодняшнюю беседу завершить, а в следующий раз мы продолжим говорить уже о панчекарме, об основных процедурах, об восстановлении, о том, что вообще, и как раз вы нам расскажете о своём состоянии, да, как у вас там всё меняется, потому что у вас уже будет. Что-то ещё вы в заключении могли бы мне добавить? Я хочу пожелать всем нашим слушателям и зрителям, чтобы вы осознанно относились к своему здоровью. Если вы понимаете, что аюрведа, в общем-то, имеет место быть в вашей жизни, выбирайте осознанно место, где вы будете проходить панчекар, выделяйте для этого время, находите внутренние ресурсы, чтобы побыть вдали от вашей суеты, от ваших забот. И, в общем-то, ничего кроме блага панчекарма нам не приносит. Если мы хорошо её провели, если мы слушали свой организм, если вы выбрали правильных врачей, правильную клинику, то она полезна и рекомендована многим. Вот, я в этом плане своим опытом могу подтвердить и опытом многих-многих пациентов. Скажите, пожалуйста, вот в той клинике, в которой вы сейчас находитесь, то есть можно к вам обратиться, да, и вы порекомендуете, да, как в неё попасть. Я просто не хочу сейчас про деньги там говорить, сколько это, потому что на самом деле многие думают, ой, это дорого я тут, или тут это очень дёшево, да, на самом деле, ну, как бы, есть очень много причин, по которым не всегда дёшево это хорошо, да, и всё-таки здоровье это тот дар, который нам божественный, который мы получили, и к нему надо относиться ответственно, поэтому экономить это не всегда самый лучший способ. Поэтому, если, дорогие радиослушатели, у нас были вопросы по стоимости программы, да, пожалуйста, адресуйте их Тамили, её координаты есть у нас на наших страничках, в социальных сетях, и Тамилил везде активна, у неё есть профиль в Фейсбуке, Вконтакте, она вам с удовольствием ответит на все вопросы именно по стоимости и по рекомендациям, потому что хорошую клинику, на самом деле, стоит поискать. Очень много, мы в прошлый раз говорили о том, что много некачественных мест, и надо этого избегать, нужно к себе относиться и с любовью, и с ответственностью. Спасибо большое, Анастасия, совершенно верно вы говорите. Более того, незнакомому человеку про клинику, ну, он мало что поймёт, и ему сложно будет сориентироваться, потому что на сайте любой клиники чаще всего просто красивые картинки, а вся информация, она за пределами. Но тем более надо учитывать, что это Индия, здесь меньше внимания уделяется внешнему лоску. Конечно, я с удовольствием отвечу на все вопросы, подскажу, какую клинику лучше выбрать, подскажу, что больше подойдёт именно по бюджету, на какой срок лучше, каким врачам лучше обратиться. Я сделаю это с удовольствием, потому что я верю в аюрведу, очень люблю эту медицину, и знаю по себе, насколько это успешно, насколько это помогает в здоровье. Спасибо большое, дорогая, успешного вам лечения, отдыха, и встретимся через неделю, и будем продолжим говорить о панчекарме. Тут на самом деле огромная тема, много всего, можно мы там по процедурам поговорим. Если у вас есть вопросы, друзья, задавайте их в наших группах, да, и мы с удовольствием это всё тоже обсудим. А мы пожелаем Томиле доброго вечера, потому что у неё уже почти ночь, и ей надо уже отдыхать, тем более после такого критического приёма масла. Вас ещё увеличивают дозу? Завтра 150. Ура! Ну, в общем, вам хорошего приёма, да, и лёгкой панчекармы, и до следующей встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова